Не буду останавливаться на названии. История вопроса, как известно, восходит к середине 19 века, когда впервые Листон выполнил радикальную операцию в области средней зоны лица. Все мы знаем, что была эта операция выполнена по поводу опухоли верхней челюстной пазухи, вернее, распространяющейся в верхней челюстную пазуху. И на сегодня мы все знаем, есть данные исторического контроля массы метаанализов, что при злокачественных опухолях, как правило, мы все знаем, что это рак плосоклеточный. При опухолях этой локализации, будь то это рак предаточных пазух или это будет рак полости рта с распространением в область верхней челюстной кости, на сегодня, не знаю, к сожалению или к счастью, результаты консервативного лечения в разы уступают результатам комбинированного лечения. То есть операции с лучевой терапией или лучевой терапией с операцией. Поэтому на сегодня комбинированный метод лечения, как для первичных опухолей плосоклеточного рака предаточных пазух, так и первичного плосоклеточного рака полости рта, остается комбинированный метод лечения с хирургическим этапом, к сожалению, пока без вариантов. Может быть в будущем что-то будет. Соответственно мы сталкиваемся с дефектами в этой зоне и мы вынуждены идти двумя путями, а может быть и тремя. Как вот сегодня тоже был вопрос освещен. То есть первый путь мы оставляем дефект таким, как он есть и человек, пациент, остается с этим дефектом один на один. Как он там с ним справится, это уже вопрос к этому пациенту. Второй путь это восстановление дефекта с помощью эпитезов или эктопротезов. И третий путь это реконструкция. Соответственно, если мы идем по пути реконструкции, то мы должны учитывать ряд факторов. Все они нам известны, я не буду подробно на них останавливаться. Самое важное здесь вот при локализации дефектов в этой зоне, это то, что эти дефекты очень сложные, трехмерные. Они, как правило, комбинированные, намного сложнее даже, чем дефекты в области нижней челюсти. Мы все об этом знаем, и поэтому они крайне тяжелые для замещения. Воссоздать трехмерную, такую небольшую верхнюю челюсть по сравнению с остальными отделами лицевого скелета крайне сложно. Из-за сложной ее трехмерной структуры, особенно если эта дефект сочетается с дефектом в области орбиты. Соответственно, есть своя специфика, которую необходимо учитывать. Но это уже об этом я говорил, какие варианты реконструкции возможны. Исторически мы все понимаем, что есть возможность замещения этих дефектов с использованием эктопротезов. И в ограниченных случаях, при ограниченных дефектах, эта методика, на самом деле, очень себя очень хорошо зарекомендовала. Она не требует каких-то сложных реконструктивных этапов. И позволяет очень быстро и качественно реабилитировать пациента с очень хорошими функциональными и эстетическими результатами. Вчера был прекрасный доклад у Андрея Павловича на эту тему. И были показаны результаты в зубочерестной реабилитации с использованием имплантов. Очень мне нравится эта методика тоже. Но, к сожалению, не всегда это возможно выполнить. Но в тех случаях, когда это можно выполнить, действительно результаты очень хорошие. Ну и какие же проблемы у этих пациентов? Ну уже об этом тоже много говорилось. Если мы сохраняем глаз и выполняем резекцию костных структур, опорных структур вокруг глаза, в области верхней челюсти, мы сталкиваемся с отдаленными, не очень хорошими результатами эстетическими. Даже в том случае, когда пациент вылечен, он, можно сказать, успокоился психологически и должен жить спокойно. Но даже вот такие маленькие дефекты, такие маленькие деформации, не говоря уже о вот этих больших арастомах, которые существуют, которые колоссально ограничивают, колоссально ограничивают пациента. И это просто несчастные люди. Я не знаю, я не могу согласиться вот с этим доводом, что арастома, она улучшает там... Может быть, она улучшает жизнь хирурга, но она не улучшает жизнь пациента никаким образом, к сожалению. Какой бы сложной ни была клиническая ситуация пациента. Ну, уже весь мир прошел этот период. Мы опять начинаем изобретать велосипед, который уже все забыли давным-давно. Мне кажется, это тупиковый путь. Ну, это моя точка зрения. Так вот, риностомы, эктопия, дистопия глазного яблока, деформация мягких тканей в области лица, мягких тканей лица. Опять-таки, уже известная всем классификация. Брауна, предложенная давным-давно, модифицированная в 2010 году под комбинированные какие-то в определенной степени комбинированные дефекты. И для меня она очень удобна. Удобна тем, что она простая. Простая и позволяет быстро хирургу сориентироваться, какой вариант реконструкции необходимо применить у этого пациента. Я буду говорить о первых пяти вариантах, и вот мой доклад так и будет построен по этой классификации. Ну, я уже говорил о том, что часто это опухоли, которые... Часто это дефекты, которые несут комбинированный характер, особенно при... Они нередко возникают в процесс... Нередко комбинируются с дефектами в области орбиты, и этим еще больше усложняют ситуацию. Ну, начну вот не по порядку с дефектов четвертого типа. Это когда резекция ткани в области средней зоны лица сопровождается экзентерацией орбиты. Это самые простые дефекты. Один из клинических случаев. Рецидивный процесс в области кожи наружного угла глаза. Все, что можно было этой пациентке, она уже получила. И лучевую терапию, и фотодинамическую, и что только не было. Ну, и, соответственно, мы видим рецидивную опухоль в рубце. Такой агрессивный, устойчивый, как большинство методов лечения, рак. Понятно, что методом выбора является удаление опухоли, что и было выполнено этой пациентке. И возникает вот такой неудобный для реконструкции дефект. В каком плане неудобный? Тем, что потерян глаз, и воссоздать, к сожалению, существующими методиками, которые присутствуют у нас в распоряжении, этот дефект невозможно. Но создать ткани невозможно. Соответственно, мы идем по пути просто замещения. И, на мой взгляд, один из таких самых удобных лоскутов здесь лучевой лоскут. Одним из преимуществ этого лоскута является возможность реинервации кожной, чувствительной реинервации. Собственно говоря, здесь и использована эта опция. Когда нервирующая кожаную площадку анастомизируется с чувствительным нервом подглазничным и восстанавливается в той или иной степени инервация этого места. Ну, это непосредственный результат через две недели. На мой взгляд, приемлемая эстетическая ситуация. Если учитывать еще тот факт, что можно выполнить реабилитацию с помощью специальных очков, имитирующих наличие глаза. И выглядят на самом деле эти пациенты очень-очень приятно. Если ты даже не знаешь, что у него была такая операция, то различить, ну, при таком относительно беглом взгляде, а различить, что у него какие-то проблемы в этой зоне невозможно. Еще более сложная ситуация – это различные саркомы в этой области. Ну, в данном случае, вот, саркомы мягких тканей на глазничной области, которые увлекают процесс тканей орбиты. Тоже большой дефект. Ну, здесь тоже мы, вот, в нашей клинике предпочитаем наиболее простой способ реконструкции, учитывая то, что дефект большой, и здесь нужен надежный вариант пластики. И самое главное, что если у пациента в возрасте, то, наверное, нет необходимости идти по пути усложнения методики. Ну, один из методов выбора, все вы знаете, скальпированные лоскуты с волосистой части головы. И они позволяют достаточно быстро, надежно и адекватно устранить такой дефект. И пациенты, на самом деле, намного лучше себя чувствуют, чем они до операции себя чувствовали. Еще из недостатков определенных и трудностей, с которыми можно столкнуться, это сложность планирования реконструкции. И вот один из примеров, пациенту которого имелся рак верхнечелюстной пазухи с одной стороны, потом рецидив с противоположной стороны. Соответственно, мы имеем дефект, затальный дефект верхней челюсти. Методом выбора в этом случае является реконструкция с помощью малоберцового трансплантата. И это и было выполнено пациенту. Но немного неправильно спланирована реконструкция. Мы видим, что воссоздавался в основном альвеолярный край в передних отделах. И не учитывалась передняя стенка верхнечелюстной пазухи. Соответственно, непосредственно результат неплохой, но отдаленный. Мы видим, что имеется рубцовая деформация. И это не очень хороший эстетический результат. Какие решения? Ну вот одна из работ, опубликованных, такой метаанализ. За продолжительный срок мы видим, что анализировалось в этой статье 700 пациентов. Это со всего мира работы, которые опубликованы. Может быть, они, конечно, в реальности чуть больше этих больных. Но вы видите, что за такой продолжительный срок, за 10 лет, всего порядка 800 больных в мире было прооперировано с такой патологией. И в котором выполнены реконструктивные операции. И, соответственно, очень интересна эта статья тем, что было проанализировано распределение пациентов в зависимости от этих дефектов по классификации Брауна. Но преобладали в этой работе при дефектах второго типа. Это ограниченные дефекты верхней челюсти без резекции нижней глазничной стенки. Лучевой лоскут. При более больших дефектах лопаточные и подвздошные лоскуты. Ну, немножко клинических случаев, да. Чтобы нам всем напомнить, что это из себя представляет. Самые простые виды дефектов. Первый, второй тип. Без резекции верхней челюсти, без резекции нижней глазничной стенки. Ограниченные по плоскости. Как правило, половиной твердого неба. Один из примеров. Рак из малых слюнных желез в области твердого неба. Дефект. Привычный всем дефект после таких операций. Ну, и метод выбора лучевой лоскуты, который позволяет очень хорошо, очень быстро реабилитировать этих пациентов. И непосредственный эффект, результат хороший. И отдаленный результат тоже очень хороший. То есть, вообще никак пациент практически не страдает после подобного метода реконструкции. Более распространенные дефекты, похожие по типу, но уже с субтотальным, либо тотальным дефектом твердого неба. Опять-таки, лучевой лоскут позволяет очень хорошо во всех смыслах и функционально косметически реабилитировать таких пациентов. И если в том случае, если дефект верхней челюсти комбинируется уже с дефектом нижней глазничной стенки, то здесь, конечно, уже ситуация усложняется. Методом выбора у таких пациентов все-таки идет уже лоскут с включением костной порции. Мы предпочитаем у себя в клинике использовать угол лопатки. И вот эта пациентка с уже отдаленным результатом после лечения рака верхней челюстной пазухи, мы видим деформацию, опухоли нет, деформация. И это один из примеров, показывающий недостатки все-таки эктопротезирования. Потому что все равно развивается при больших дефектах развивается деформация рубцовая. Этот лоскут с включением лопатки является химерным. То есть он позволяет использовать несколько типов ткани на одной сосудистой ножке. И это очень выгодно его отличает от других типов лоскута. Ну и непосредственный эффект хорошего у таких пациентов. И отдаленный результат тоже мне очень нравится. В данном случае мы получаем намного лучше, чем то, что было. То же касается, как я уже говорил, тотальных дефектов твердого неба. Подобный вид лоскута и подобный вид пластики позволяют очень хорошо, адекватно, в анатомическом плане реабилитировать таких пациентов. Немножко другая ситуация, когда мы сталкиваемся с ограниченными дефектами верхней челюсти, которые сопровождаются дефектами мягких тканей уже, большими дефектами мягких тканей. И в таком случае уже встает вопрос все-таки компенсации потери мягких дефектов, дефектами мягких тканей. Ну вот один из тоже рецидивных пациентов, рецидив рака слизистой оболочки щеки уже с порастанием всех тканей щеки. Большой дефект, комбинированный, кожная площадка, слизистая выстилка и дефект верхней челюсти. Ну при таких ограниченных дефектах нет смысла, конечно, компенсировать потерю костной ткани, а вот мягкие ткани требуют тщательного восстановления. Один из методов выбора ALT лоскут, всем известный, позволяет хорошо именно в плане объема тканей компенсировать потери. Безусловно, эстетический результат, он отличается от того, что может быть у здорового человека. Мы видим, что структура кожи отличается от лица. Но в функциональном плане и, мне кажется, приемлемо, как в косметическом плане этот пациент реабилитирован. Конечно, нет предела для совершенства, можно выполнять коррекцию в будущем, но самое главное, мы достигли того, чего хотели. Более такая для меня, как для хирурга, сложная ситуация, когда комбинируется дефект верхней челюсти с дефектом нижней глазничной стенки. И хочется, с одной стороны, добиться сразу хорошего эстетического результата, но в то же время мы должны использовать какие-то уже дополнительные импланты для замещения вот этих спутиренных структур. Видим рецидив рака левой верхней чечной пазухи. Большой дефект, большой макопрепарат, резицированная нижнеглазничная стенка, сколовая кость. Иногда можно обойтись простыми методиками. Не обязательно изготавливать какой-то сложный имплант титановый. Есть универсальные сетчатые импланты, готовые к использованию. Очень быстро можно заместить дефект нижнеглазничной стенки. В этом случае пластика дефекта с помощью лучевого лоскута также. Ну и мы видим, что в принципе очень такой приемлемый, достаточно нормальный косметический результат достигается у этих пациентов. В том числе и при дефектах большего размера, как вот у этого пациента, с обширной опухолью, исходящей из правого чересной пазухи, к счастью, у этого пациента была возможность сохранить глаз. И это, конечно, выгодно отличает такие типы дефектов от того типа, который я вначале показывал. Ну и использован также ЛТ-лоскут. И это непосредственный результат. Но преимущество лоскута еще в том, что он позволяет одномоментно заместить дефект в полость рта. И эти пациенты, конечно, выгодно отличаются от других пациентов, у которых мы вынуждены... Дефект сохраняется, и у них сохраняется сообщение полости рта с полостью носа. Так, я исчерпал свое время уже? Да. Все, тогда я быстро, очень быстро, чтобы сэкономить время. Похожий дефект, но он интересен тем, что здесь используется более сложный имплант. Не буду на этом долго останавливаться. Самое главное преимущество этих имплантов в том, что мы можем сохранять глазное яблоко на месте. Вы видите, что эстетический результат хороший. И уже в последующем вот у таких пациентов, даже если есть дефекты, например, нижнего века, можно уже планировать реконструкцию нижнего века в более выгодных условиях. Разного объема импланты возможно восстанавливать. Последние два случая, очень коротко. Есть дефекты, которые невозможно втиснуть в рамки этой классификации. Они уже выходят за рамки этого. И это, как правило, сложные и большие дефекты. Например, дефекты верхней челюсти, с нижней челюстью, с тканями ретромалярной подвисочной ямки. Это неклассифицируемые дефекты. И в таких случаях всем привычные методики с использованием малоберцового лоскута позволяют, в том числе и такие сложные дефекты, реконструировать, когда одним лоскутом реконструируется нижняя челюсть и верхняя челюсть. И дефект мягких тканей, и полостерта. И очень, на самом деле, очень удобная методика, позволяющая одним выстрелом, как говорится, убить двух зайцев. Ну и самое большое, то, что бывает в этом месте, это интракраниальный рост рецидивной опухоли. Насколько можно, конечно, по хирурге стараются выполнить радикальные вмешательства у таких пациентов. Видимо, что это огромные дефекты. И здесь уже нужно использование больших донорских тканей. Как правило, это торакодорзальный лоскут. И в том числе и таких сложных пациентов он позволяет быстро реабилитировать. Это уже вид через год после операции. Мы видим, что кожная площадка хорошо адаптирована при таком большом виде пластического материала. Наш опыт небольшой, всего порядка 40 пациентов. Но он вселяет оптимизм при неплохих, я считаю, онкологических результатах. Но это смешанная группа больных. Здесь и первичные, и рецидивные больные. В подавляющем большинстве случаев эти пациенты выходят успешно из послеоперационного периода. Ну и выбор метода реконструкции, он, конечно, представляет для себя, для хирурга такое непростое решение. Всегда он индивидуальный. И, конечно, нужно выбирать наиболее оптимальное решение. Спасибо за внимание. Спасибо. Уважаемые коллеги, у нас дефицит времени. Али Мурадовича спасло только то, что он является нашим общим начальником. Спасибо. 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 Спасибо.